В предыдущей серии Фернандо никогда не сможет иметь детей Это любовные письма Изабеллы Габриэлю Ленаресу Письма ее юности Поменяем дату написания и посмотрим, что скажет Фернандо Почему ты хотела выйти замуж за Габриэля? Думаешь, тот ребенок был не твоим, а его? Да То, что есть во мне, принадлежит лишь тебе Можешь не лгать, я знаю правду Вы с Кларой, любовники Компания Америка Продуксионос Представляет Производство Хосе Крусилия Анна Кольчеро Кристиан Мейер А также Эль Гусман Нэнси Гонсалес Яхайра Орта Хавьер Эчевария Сантьяго Махиль Пол Мартин И Гулиан Легасфи В сериале Изабелла Сюжет Манэля Карлоса Автор сценария Анна Монтес При участии Марицы Киршхаусен Луиса Филиппе Альварадо Эмилио Бустаманте И Альфонсо Сантистепан Фильмис Нималис Риналдо Arenas William Taylor Rafael Pesachia Элида Бреро Елиана Карион Антонио Дульседес Карлос Росел И Гледис Ермоза А также Регина Альковер Рики Тосо Рикардо Фернандес Эрнан Ромеро Хесус Делаво Хавьер Вальдес Карлос Гасольс Лола Вилар И Лусия Ирурита Художник по костюмам Карлос Пасано Художник Гильермо Иса Композиторы Хорхе Тафур И Кристиан Монтоя Оператор Рафаэль Руиз Режиссер Рубен Гербаси Продюсер Рудольфо Оппе Ты знаешь, что я чувствую Ты один можешь меня понять То, что есть во мне Принадлежит Только тебе Можешь не удать Я знаю правду Вы с Кларой Любовники Тебе нечего сказать Сказать? Что ты придумала, Изабелла? Ты меня обманывал Со дня нашего знакомства Все это время ты обманывал и унижал меня Вы с Кларой всегда хотели причинить мне боль С чего ты это взяла? Лучше объясни мне, Изабелла Что это? Что это такое? И это? Объясни! Что это? Ты не узнала свои любовные письма? Ты с ума сошел, Фернандо Вы с Габриэлем стоите друг друга Как ты смеешь Говорить так О моем двоюродном брате? Я всего лишь сказал тебе правду Ты мог так дурно обо мне подумать Сказать, что мы с Габриэлем любовники Я сейчас же уйду Уйду! Никуда ты не пойдешь Я решу, что с тобой делать Боже мой, Клара Изабелла и Фернандо опять ссорятся Неудивительно, я знаю характер Фернандо Может, это из-за меня? Отпусти! Отпусти меня! Ты мне лгала Это надо немедленно прекратить Я иду к ним Нет Прошу тебя, не ходи Ты меня не любишь Бросаешь меня одну Дело не в тебе, Адельмира Тогда зачем ты убегаешь? После того, что я сделал Я ни минуты не могу здесь оставаться Что ты сделал? Рассказал сеньоре Изабелле всю правду О том, что сеньор Фернандо и мадам Клара любовники Я больше не потерплю твои оскорбления Ты бесчастная женщина Господи, что ты наделал? Как ты мог сказать такое, сеньоре? Вдруг это неправда? Это чистая правда Так сказала мадам Клара Я видел их вместе И они не просто разговаривали Нет Я сам все решу Ты мне не помешаешь Ты никуда не уйдешь Что происходит? Они опять ссорятся Что нам делать? Ну что, пойду к ним? Нет, пожалуйста Кажется, Фернандо в ярости Похоже, здесь опять не обошлось без Клары Клары? Да Нет, Кармела Не буду спорить Лучше выясню, в чем дело Кармела Я ухожу Можешь идти куда хочешь Убирайся к своему любовнику Знай Я больше не вернусь Вон отсюда Не желаю тебя видеть Уходи Уходи отсюда Фернандо, успокойся Что случилось? За что ты с ней так? Эта недостойная женщина Пыталась меня обмануть Они с Габриэлем Любовники Не может быть Ой, только прошу, не надо Не надо убеждать меня в том, что это не так Теперь я прекрасно понимаю От кого у нее будет ребенок Фернандо Пожалуйста, объясни мне Почему ты так решил? Я прочел ее любовные письма И вот что я скажу С этого момента я запрещаю Впускать эту женщину В дом де Ольвеаров Я не желаю ее видеть И слышать ее имя Но Я все сказал Не желаю о ней слышать Ты здесь в такой час Еще и пьешь Какая разница С каких это пор ты стал пить? Значит, случилось что-то серьезное Тебе лучше не знать Это мое дело Закария Хватит топить свои проблемы в вине Что случилось? Ужасно Бедная синьора Изабелла Муж ее обманул Нет Самое страшное Что синьор Фернандо де Ольвеар Мой честный синьор Обманывал ее с мадам Клары Что? Они любовники Синьор Фернандо живет с синьорой Изабеллой И в то же время Любит мадам Клару Неужели это правда? Да Но при чем здесь ты? Почему тебе плохо? Я первым узнал это И рассказал все синьоре Изабелле Я, наверное, никогда больше Не смогу вернуться в этот дом Нет, нет Прошу тебя, Амелия Никому больше не говори Закария ушел Он сказал, что никогда не вернется Расскажи мне, что случилось? Пожалуйста, хотя бы постарайся успокоиться Лучше скажите, синьор А когда кончатся наши беды? Если ты расскажешь мне Почему ушел за коррес Может быть, нам удастся победить несчастье Когда он сказал Что видел, как мадам Клара и синьор Фернандо целовались Мне стало плохо Что ты говоришь? Мне стало плохо Нет, а Фернандо А Фернандо и Кларе Что он видел? Закария рассказала, что забыли правду Синьор Фернандо и мадам Клара были любовниками Дельмира, ты должна рассказать мне все Что ты узнала от Закарияса? Ты поможешь мне понять, что происходит Ладно? Вместе мы найдем ключ к дверце, за который скрывается правда Вижу, ты уже почти собралась Да Вечей у меня немного Немного одежды и подарки от Забавель Почему ты не останешься? Дорогая Виктория Я теперь уже не та, что была раньше Я стала другой Изменилась И в этом Мне помогла моя сестра Изабелла Вы общались всего несколько дней Да, но мне хватило и этого Я помню, как мы жили с Леандрой И я поняла, что такое забота Я поняла, что у меня есть сестра У меня есть семья Я могу положиться на нее Она на меня Почему же Фернандо выгнал ее? Не знаю Может, твой брат слишком ревнив? Перед отъездом я хочу ему сказать, что он поступает несправедливо Его сейчас нет дома Он куда-то уехал Жаль, я хотела его видеть Хотя, можно его дождаться Пусть знает, что я считаю его поступок низким Клара Скажи мне одну вещь Это правда, что вы с Фернандо все еще любовники? Что? Это тебе сказала моя сестра? Не может быть Клара 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 Я знала, что все так и будет Фернандо и Клара Мой муж И сестра Любовники Я знала Эта женщина своего добилась Не плачь, моя девочка Не плачь Я с тобой не согласен Ты не должен был так с ней поступать Я держал эти письма в руках Это были любовные письма А разве тебе не кажется странным, что они попали к тебе, когда события и так накалены до предела? А нелепое предложение забыла, что мы с Кларой любовники? А при чем здесь это? Ты не понимаешь? Она придумала это, чтобы скрыть свое волнение Когда я ее разоблачил Прости, но думаю, тебе надо успокоиться и все обдумать Обдумать? Мне все ясно Как она могла меня оскорбить? Она, наверное, от души смеялась надо мной, когда говорила, что это мой ребенок Этот ребенок, без сомнения, от Габриэля Я вовремя прекратил этот спектакль Сделай повторный тест Может, твои подозрения ложные? Нет, это бесполезно Я уверен, что не могу иметь детей А значит, отец ребенка это Габриэль Как этот слуга посмел сказать тебе такое? Он не угол По его глазам было видно, что это правда Почему он раньше молчал? Он благотворил Фернанду Но не сдержался, когда увидел, как Фернанду целует Клару В моем доме Ага Ты сказала, в моем доме? Ты должна вернуться туда и вышвырнуть свою недостойную сестру Но я не могу Я не вернусь после того, как он меня унизил Мама Мы поссорились К нему каким-то образом попали любовные письма Которые я писала Габриэлю в юности А я обвинила его в том, что он обманывал меня Что они с Кларой любовники Ужасно Ужасно Он не имеет права так с тобой обращаться Нет Давно нужно было уйти от него Все это время я терпела его выходки, вспышки ревности Но теперь все кончено Я его не прощу Боже мой Теперь я окончательно запуталась Поэтому надо узнать правду И я собираюсь сделать это прямо сейчас Кармела Кармела, идти в такой час В этот грязный бар Со всем одним Дальмира сказала, что Закариус может быть только там Значит, мы идем в Красную Луну Нет, 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 я не пойду Так надо Может быть, мы найдем там и твоего Абгусто Чтобы он увидел меня в таком месте? А нет Ты с ума сошла, Кармела Вряд ли мы что-нибудь выясним Если ты настаиваешь, иди одна Как скажешь Тогда мне пора Кармела 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 Ну, приятель, рассказывай Почему ты вдруг ушел от Альвяров Просил работу Просто я нашел другую получше Не понимаю, Закариус Но зачем ты скрываешь правду? Скрываю Скрываю Если бы ты нашел себе хорошую работу То, думаю, ты не стал бы напиваться в этом мрачном месте А мне грустно Я ведь столько там прослужил У тебя на лице написано Что там что-то неладно Я лучше пойду Я лучше пойду Нет Никуда ты не пойдешь Поделись со мной своим горем Скажи Что тебя так сильно беспокоит Официант Принеси-ка еще бутылочку Нам с другом надо поговорить Давай, Закариус Пойдем Пойдем Думаю Клара еще не совсем оправилась После случившегося Теперь Ей необходима Спокойная обстановка И бережное отношение Я понял А вы, сеньор? Надеюсь, с вами все в порядке? Можете за меня не волноваться Ладно Тогда напомню вам еще раз Что сеньоре Кларе Сейчас необходим покой Доктор Я хочу, чтобы вы Как можно скорее Поместили ее в клинику А сам вычеркну Этих двух женщин Из своей жизни Фернандо Я понимаю ваш гнев Но все-таки думаю Что вы Неправильно Проступаете с Азербеллой Клара мне все рассказала Фернандо Я давно должен был Сообщить вам то Что изменит ваш взгляд На многие вещи Говорите Не здесь Пойдемте в кабинет Опять тайны, доктор Поверьте, это важно Ну, хорошо Расскажи Что все-таки Заставило тебя уйти Это из-за сеньоры Клары Из-за сеньоры Клары Видно, ты стал ей чем-то мешать И она добилась Чтобы тебя выгнали Меня выгнали Разве это было не так? Ладно Я скажу Как все было Слушаю Сеньора Клара Мадам Она Всегда казалась мне странной Всегда внушала мне страх Никто не знал Что она Могла сделать В очередной раз Но я всегда чувствовал Когда она строит Козни Раньше Она пугала меня Еще больше Потому что я Никогда не знал Что она задумала А что там случилось Добрый вечер Добрый вечер, господа Сеньора Я бы хотела Поговорить с сеньором С глазу на глаз Хорошо Садитесь Мне придется Сказать вам то Что может подорвать Доверие всей вашей семьи Ко мне Но я должен Открыть правду Я слушаю Когда Вы с Кларой Поженились Я обследовал вас И допустил Серьезную Врачебную ошибку Возможно Я ошибся С диагнозом Скорее всего Вы Можете Иметь детей Значит Я здоров Может быть Если ошибка Подтвердится Тогда ваша жена Изабелла Ни в чем Не виновата Вот как И все это время Я пребывал В заблуждении Я знаю Что виноват Поверьте Мне нелегко Это осознавать Вы понимаете Что ваша Плошность Разрушила Нашу с Кларой Жизнь Да, но Подождите Мы также Должны знать Фернандо Прости Я не знала Заходи Клара Тебе тоже Будет интересно Фернандо Поговорим Наедине Я хочу Чтобы она Услышала Ваши ошибки Что еще Вы хотели Сказать Что Вам снова Нужно Пройти Обследование Я полагаю Что диагноз Не повторится Это все? Благодарю вас Но я считаю Что тесты Бесполезны Я уверен Что результаты Не изменятся Лучше Сделайте то О чем Я просил вас Заберите Синьору Клару В вашу клинику Не стоит Так обо мне Беспокоиться Просто я хочу Чтобы ты ушла Ладно Мне пора Я еще должен Все Приготовить Тебе необходимо Перед всеми Меня унижать? Я сказал То что думал Я пытаюсь Быть честным Честным? Значит Ты выгнал Изабеллу Потому что Вдруг решил Стать честным Поэтому? Я не хочу Об этом говорить А я хочу Фернандо Я не могу Молча уйти Когда вижу Как ты Оскорбляешь Сестру Спасибо Что избавили Меня от этого Типа Я всегда Вами восхищался А теперь Закариус Я хочу Чтобы вы рассказали Мне все Что знаете Расскажите Правду О Фернандо Экларе Сеньора Клара Клара Почему Все Ею Интересуются Что вам Известно Закариус Вы сказали Что Фернандо Эклара Любовники Но почему Она Она Сказала И вы Решили Что Это Правда Я Видел Их Вместе Они Целовались Пока Сеньора Изабелла Спала Понятно Понятно А теперь Попытайся Вспомнить В точности В точности Все Что там Произошло Зачем Вам это Сеньора Из-за Этого Закариус Сеньор Фернандо Выгнал Сеньора Изабеллу Из дома Ужасно Но И все Таки Я подозреваю Что это Очередной План Сеньоры Клары Ей удалось Выгнать Изабеллу Я слышал Как сеньор И мадам Клялись Друг другу В любви Он сказал Что любит Ее Они Любовники Точно Неужели Фернандо Так долго Нас Обманывал Не может быть Я не хочу Тебя слушать Уходи Я скоро Уйду Фернандо Но я не Поеду В клинику Я благодарна Тебе За все Что ты Хочешь Сделать За такую Заботу Обо мне Но Забота Нужна Не мне Фернандо Ты должен Побеспокоиться Об Изабелле И попросить Прощения Замолчи Фернандо Ты же Слышал Как доктор Давила Сказал Что мог Ошибиться В диагнозе Ты должен Найти Изабеллу И объяснить Ей Что ты Был Не прав Это все Что ты Хотела Сказать Фернандо Мне Тебя жаль Оставь Свою Жалость Для других И уходи Я хочу Побыть Один И не Видеть Сестер Линарес Я Не Из Их Семьи Пожалуйста Фернандо Пожалуйста Подумай Обо всем Я только И делал Что постоянно Думал И пришел Наконец К выводу Что вы Обе Самый Страшный Кошмар В моей Жизни Самый Страшный Мне Так больно Видеть Тебя Таким Таким Бездушным Жестоким Человеком Бездушным Так Меня Теперь Называет Клара Та Клара Которую Этот Бездушный Человек Пытался Сделать Счастливой Но Ей Всего Было Мало Он Был Готов Отдать Свою Жизнь За нее На дуэли Себастьянам Этот Бездушный Человек Был Готов На части Разорваться Чтобы Исполнить Все Его Капризы А что Она В итоге Для него Приготовила Не она Ли Постоянно Желала Ему Смерти О чем Ты говоришь Ты хотела Чтобы мы Оба Погибли Тогда В катастрофе Милая Не расстраивайся Из-за него Только Сейчас Я поняла Что Он Для меня Значит Я Поняла Что Не могу Жить Без Закариаса Мне Так Его Не хватает Августин Закариас Меня Бросил Бросил Навсегда Несмотря На его Недостатки У Закариаса Всегда Было Чувство Достоинства Мне Все Равно У Меня Ничего Не Осталось Как я Несчастна Дельмира Неужели Ты не Понимаешь Закариас Ушел Не из-за Тебя Он Разочаровался В сеньоре Который Обманул Свою Супругу Все Равно Он Ведь Ушел Знаешь Что Было Потом Сеньор Фернандо Выгнал Сеньору Изабеллу На улицу И закрылся В кабинете С сеньорой Кларой Нет Что ты говоришь Августина Сеньор Фернандо И сеньора Клара Сейчас Одни В кабинете Ничем Хорошим Это не Кончится Понятно Почему он Выгнал Жену Это правда Думаешь Я Своими Руками Обрекла Себя На эти Страдания Ты Просчиталась Видно Сама Судьба Сыграла С тобой Злую Шутку Как ты Можешь Это Говорить Не Надо Притворяться Теперь Ты Довольна Все Вышло Так Как Ты Хотела Я Не Могу Быть Счастлив И Моя Жизнь Теперь Разрушена Ты Не Должен Больше Пить Фернандо Тебе В голову Приходят Страшные Мысли От этого Мне становится Лучше Настал Мой Последний Праздник Я Избавился От Изабеллы Я Стал Свободен Это Надо Отпраздновать Я Начинаю Новую Жизнь Выпьем Это Уже Слишком Не Уходи Я Хочу Чтобы Мы С тобой Это Отпраздновали Не ожидала От тебя Такого Чего? Что я пью Праздную Присоединяйся Ко мне Думаю Завтра Ты пожалеешь О том Что было Сегодня Поэтому Мне лучше Уйти Нет Я никуда Тебя не отпущу Пока Мы не Празднуем Мое Освобождение Хорошо? У тебя У тебя же Нет Бакетра Ты знаешь Что я не пью Брэнди Правда Это верно Наша Утонченная Клара Рево Пьет Только Шампанское Дельмира Принеси нам Шампанского Простите Синьор Вам Нужно Шампанское? Ты оглохла? Принеси Бутылку Лучшего Шампанского И бокалы Для нас Синьорой Иди же Да Синьор Сейчас Моя роковая Клара Рево Что вам нужно Кармела? Поймите Росария Я тоже Беспокоюсь Об Изабелле И Фернандо Я хочу Помочь им Обоим И вы Пришли Защищать его Росария Я должна Поговорить С Изабелл Нет 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 Я не позволю Она должна Меня выслушать Это очень важно Я уверена Что они поссорились По вине Клары Которая Всеми силами Пытается Их разлучить Откуда вы это знаете? Я только что Говорила С Закария Он видел Клару С Фернандо Значит это правда Да Но при этом Он сказал Что возможно Фернандо Просто не понимал Что он с Кларой Как он мог их спутать? Почему нет? Это было Ночью При тусклом свете Но он ее муж В некоторых обстоятельствах Даже вы могли бы Ошибиться Они похожи Как две капли воды Пожалуйста Росария Только вы можете Мне помочь Ты слышала? Сеньор Фернандо Выгнал сеньору Изабеллу Чтобы вернуться К своей любовнице Подло так поступать С женой Я согласна Бедный Закария Я бы на его месте Тоже долго не смогла Терпеть это Если бы все знала Знала? Что? Шампанское? Бокалы? Зачем это все? Это Для сеньоры Фернандо Сеньора Он сейчас В кабинете Почему мне не сказали Что он пришел? Я пойду к нему Лучше не надо Сеньора Почему? Потому что Они там вдвоем Сеньорой Кларой Это шампанское Бокалы для них Ну О чем вы говорили с сеньорой? Уж не помню Кажется я пьян Мне надо выпить еще кофе Может сначала все-таки расскажешь В чем дело? Я поговорил бы с вами Но у меня важное дело Что за дело? Секрет Сеньоры Кармелы Берегись Закариас Предупреждаю Лучше бы ты не замышлял Ничего Против сеньоры Клары Хуже мне Не будет Поверь Ты глубоко Заблуждаешься Лучше бы ты не замышлял Я знаю Я знаю Что там Клара И что из этого? Иди спать И скажи Дельмире Чтобы поторопилась Господи Не посылай нам новых бед Я понимаю Что ты хочешь мне помочь Но Если Фернандо может Спутать нас Значит я для него Ничего не значу Вы с Фернандо Должны быть вместе Изабелла Я знаю Что вам сейчас тяжело Но вас ждет Счастливое будущее Поверь мне Я так не думаю Уже слишком поздно И я К нему не вернусь Изабелла Неужели ты позволишь Кларе встать Между тобой и Фернандо Мне очень жаль Кармелла Значит Все кончено? Да Я тебя понимаю Но думаю иначе Раз я не могу Тебя в этом убедить Мне лучше уйти До свидания Думаю Кармелла права, дочка Отправляйся туда Ты должна вернуться В свой дом Пусть он унизил тебя Но Ты должна показать Что Фернандо не прав Изабелла Надо бороться За то, что тебе принадлежит Закариас Закариас Ты вернулся Нет, Дельмира Нет Я сделаю кофе Нет, нет, нет Никакого кофе Я был в Красной Луне И больше не могу Видеть кофе Синьора Кармелла Заставила меня его пить Потому что я был пьян Синьора Кармелла В этом баре? Представь себе И вместе с ней Мы скоро Раскроем всю правду Да Я говорю о мадам Кларе Рево О синьоре Кларе Больше Мы не позволим ей Творить зло В этом доме И портить всем жизнь Но Ты сам сказал Что они с синьором Да, я так сказал Я не знал Что синьора Клара Все подстроила Синьора Кармелла Наверное, меня ждет Она просила прийти Где она? Изабелла не должна Возвращаться в этот дом Синьора Кармелла Добрая женщина Она знает, что делает Донни Росария Не пошла бы с ней Если бы не была уверена Что синьора Кармелла права Она ей доверяет Этот человек оскорбил Изабеллу Она не может к нему вернуться Прости, Габриэль Но если ты хочешь ее удержать Поговори с ней Ты мог бы Ее убедить Нет, тетя Я не могу ей указывать Пусть сама решает, что делать Вы не представляете Сколько раз я просил ее уйти от Фернандо Но теперь я не могу Фернандо подло выгнал ее Из своего дома И если она решила вернуться Это ее дело К тому же я уже решил Что мы с Адрианой Уезжаем в имение Уезжаешь в такой момент? Да, тетя Завтра утром Донни Аделаида права, Габриэль Останься ради Изабеллы С ней, тетя Росария Изабелла в беде Ты Линарос Ты должен защитить ее честь Твое здоровье Я тебя не понимаю Нет Почему? Не знаю Как ты можешь праздновать Когда наши жизни разрушены Нет, Клар Все разрушено Не до конца Поверь Я попросил тебя Остаться со мной Чтобы мы вместе Приблизились к нашему концу Ты меня пугаешь? Пугаю Единственное, что тебе неведомо Это, наверное, страх Я никогда Не поверю, что ты способна Испытывать чувство страха Клар Ты всегда была на высоте Легко Очень легко управляла Этим домом И нашими жизнями Хватит, Фернандо Так было всегда Ты По-моему, совсем Пьян Ты пыталась распоряжаться Не только нашей с тобой жизнью Но и даже нашей смертью Хватит, Фернандо Ты плохоролевой И все вокруг Выполняли твои капризы Терпели твои прихоти Причуды Хватит Я ухожу Теперь твоя очередь Исполнить мой каприз Клара Он будет последним Молчи Изабелла пришла со мной Но сеньор запретил Впускать меня в дом Где он, Августина? Ладно Я сама его найду Хозяин в кабинете Он закрылся сеньорой Кларой Сейчас мы узнаем правду Может Лучше подождать? Нет Самое время Мы с тобой умрем вместе Ты добилась Своей цели Верно? День за днем Ты разрушала Мою жизнь Фернандо Почему ты мне не веришь? Я изменилась Я стала другой Ты права Ты стала еще Прекрасней Красавица Потерявшая все Свою мать Сестру Мужу У тебя новое имя Его Придумала Леандра? Не будем они Во всяком случае Мы с тобой теперь похожи Мы потеряли все Что имели Ты можешь Все вернуть? Нет Я потерял Самое дорогое Изабелу Это крах Видишь Как мы с тобой похожи Бедный Фернандо Больше ничто не имеет значения Фильм переведен и озвучен Компанией Интра Коммуникейшнс 2002 год Субтитры 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 Субтитры